Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь эфирит передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В прошлый вторник мы начали интересный диалог просто о вере конкретного человека, нашего гостя из Москвы, телерадиоведущего, журналиста, автора книг и музыканта Константина Мацана. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, отец Сергий. Ну вот, мы с вами в прошлый вторник немножечко поговорили о вас, о вашем пути к вере, нарисовали какими-то очень широкими мазками портрет для нашего зрителя, который, может быть, вас видит впервые. А сегодня мне бы вот хотелось поговорить о том проекте, который самый громкий вы ведете, да, один из самых таких набирающих популярность, проекте «Не верю». Ну, опять же, с такой точки зрения, что вообще как бы удивительно вдруг родилась идея в одной аудитории, как кажется, да, посадить непримиримых антагонистов, человека верующего, человека неверующего, человека, который имеет некоторую претензию к вере, к религии, к церкви в частности. И вот, собственно, понаблюдать за этим диалогом, вообще начать этот диалог. Вот давайте начнем с самых таких простых вещей. Как родилась эта идея? Кому она в голову пришла? Да. И, ну, насколько я вот понимаю, все-таки это медийные лица все в основном, да, и медийные, я имею в виду те, которые выступают на стороне атеизма. Вот, там был Владимир Познер, был, и были наши блогеры известные, вот, российские, и ученые, биологи, профессуры и так далее. Как они вообще на это откликаются? Вот, да, сопутствующий вопрос. Как родилась идея, и как вам удалось уговорить вообще на этот диалог людей? Идею я получил в готовом виде от Бориса Корчевникова. И, более того, я же даже был не первым ведущим, не самым первым. Там было еще до меня какие-то другие выпуски программ записаны, такие пилотные. Вот, поэтому я пришел уже, на самом деле, в каком-то смысле в готовую программу. Вот, но тут любопытно то, что вот вы сказали, казалось бы, парадоксальной идеей, да, в одной студии связи с двух непримиримых оппонентов, а мне кажется, что в известной степени наоборот. В многих, там, СМИ, которые мы называем православными, так или иначе рождается логичная идея, что давайте мы устроим дискуссию, давайте мы поговорим, вот, верующий с неверующим. И часто, насколько я могу судить, эта идея замирает, потому что возникает справедливое опасение. А вдруг, вот, мы не сможем ответить. А зачем же мы нарушаем основное правило пропагандиста не давать площадку оппоненту, да, и так далее. Это я в шутку говорю, но логика такая присутствует. Вот. То есть эта идея при всей своей, казалось бы, очевидности, но надо спорить. Это же жанр полемический, интересно всегда, давайте делать. Она каждый раз наталкивалась на такое, как бы чего не вышло. И вот надо отдать должное просто вот некому дерзновению канала «Спас» и лично Бориса Вячеславовича Корчевникова, что вот это опасение, оно было учтено, оно всегда учитывается, но оно не остановило. И мы в этом смысле каждый раз думаем, вот, как беседу строить, чтобы на вопросы, претензии, сомнения, атеиста был дан адекватный ответ, но и перевешивает дерзновение, а не опасение, что вдруг мы не ответим. Это на самом деле важно. Казалось бы, вещь простая, но решиться на нее стоило какой-то смелости. И хорошо, что решились. Вот. А что касается гостей, ну, разные гости реагируют по-разному. Каких-то отказов мы получаем, почти не получаем. Как правило, люди соглашаются, как правило, людям интересно. Особенно люди смотрят предыдущие выпуски, видят, что беседы проходят мирно, что нет цели устроить скандал, есть цель поговорить, и готовы прийти и поговорить. Вот однажды даже была такая смешная ситуация, не с очень медийным человеком, с атеистом, который после программы сказал мне, мы вас смотрим. Я говорю, кто мы? И оказалось, что есть некие вот мы атеисты, вот некое там сообщество какое-то, они там все друзья, какие-то такие коллеги по цеху, вот, и они интересуются. И даже уже приходят люди, пишут на канал такие именно вот атеистические мировоззрения, что мы хотим поучаствовать, я вот хочу, вот. Вот, кого-то приходится фильтровать, потому что где-то это просто люди пытаются за счет уже раскрученной программы вопрос своего пиара решить, эти вещи мы отсекаем. Но умным собеседникам, умным оппонентам мы всегда очень рады. Какая цель передачи? То есть, ну так вот, скажем, человек со стороны подумает, ага, ну вот в том же духе вот этих выражений про пропаганду и прочее, решили, значит, замахнуться на вильяма нашего Шекспира, решили замахнуться на атеизм, попытаться переубедить в прямом эфире, например, да? Ну, там не прямой эфир. Нет, не прямой эфир. Не прямой, это запись, да. Да, ну то есть вот каким-то образом перед камерами обнажить. Или же попытка переубедить, или же попытка воцерковить. Вот какова цель этого диалога? Точно не попытка обратить в прямом эфире, точно не попытка воцерковить. И понятно совершенно, что за час беседы никто свое мировоззрение не изменит полностью. И наивным было бы полагать, что неверующий выйдет верующим, а верующий вдруг может разувериться. Конечно же, такой цели нет. Есть цель, она для меня такая двоякая. С одной стороны, те вопросы, сомнения к церкви, к вере, даже в первую очередь, наверное, к вере, именно как к мировоззрению, которые есть у неверующего, могут возникнуть и у других неверующих. И через разговор с этим конкретным человеком мы обращаемся все вместе, все втроем в этой студии к более широкой аудитории, к тем, кто эту программу смотрит и, может быть, на какие-то свои вопросы и сомнения услышит ответ. То есть это такой нормальный телевизионный принцип обращения к аудитории. А второе, что мне кажется важным, это само по себе уже ценно посмотреть, как на одну и ту же проблему смотрят люди двух разных мировоззрений. Это встреча. Встреча и диалог. Это некая попытка, ну, в идеале, когда это получается, открыться другому и провести этот час в духе такой, ну, какой-то человеческой любви и интереса, и друг друга вслушать. Это не всегда получается, но мы к этому стремимся. И тут как раз, когда вот это настроение, это состояние такой вот встречи случается, бывают очень интересные результаты. Например, вот это к вопросу о том, там, уходит ли атеист к переубежденным. Полностью, конечно, нет, это невозможно. Только Господь человек убеждает. Мы тут только, даже, знаете, не то, что как бы мы убеждаем, а просто, ну, как сказать, мы являемся некоторыми такими отражателями. Как Есенин о себе говорил, дудка божья, да? Да, но даже это, мне кажется, чересчур для, там, допустим, для меня, чересчур ответственное обязанность. Тут недавно такая метафора над ним, моим коллегой, была приведена, что православные СМИ работают, и вот к неким своим девизам видят, что вот такие знаменитые слова «зачем нужна дорога, если она не ведет к храму?» Вот дорога должна вести к храму. Но мы даже не то, что человека по этой дороге ведем, мы просто дорогу ремонтируем, чтобы она была, а человек по ней идет сам вместе с Богом. Вот мы такие ремонтники на этой дороге. Вот это, наверное, максимум, что мы можем рассчитывать, как мне кажется. Но это тоже немало. Но вот когда случается такой контакт, случаются интересные вещи. Например, у нас была беседа с телеведущим Атаром Кушанашвили, и с ним беседовал священник Павел Островский, и Атар поставил вопрос очень важный о справедливости Бога. На что отец Павел ответил ему в том духе, что мы все хотим, чтобы нас судили не по справедливости, а по милости. Потому что, если честно, посмотреть на себя и себя судить по справедливости, то мы бы все были в аду и в тюрьме. Мы жаждем милости. И Атар среагировал на это очень глубоко. Он так и вправду задумался, сказал, вот судить не по справедливости, а по милости. Мне нужно это обдумать. Вот он с этим тезисом, возможно, впервые встретился. И он для него стал важным. И это тот, если угодно, результат, тот шаг, на который неверующий собеседник не то, что к вере пришел, а просто столкнулся с вопросом, который стал для него важным. И часто со стороны неверующих бывают такие в конце передач реплики, что конкретному священнику не обращаются, говорят, что если бы я вас там встретил раньше, у меня, может быть, было бы другое мнение о церкви. Хорошо бы, чтобы больше было таких, как вы. То, что вы говорите, вы конкретный священник, а церковь мне близко, как это есть. Я понимаю, о чем вы говорите. Я бы, может быть, даже вот там как-то, ну... К вам бы я в церковь пришел, условно говоря, просто пообщаться. И это тоже уже колоссальный результат. А вот касательно внутренней кухни, как-то вот эти пары, они подбираются между собой? Конечно, конечно. Но это глобальная, такая громадная каждый раз проблема. Это каждый раз творчество, поиск и риск. Потому что... Ну, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Мы, конечно же, думаем вот этого человека, вот у него такие интервью, у него такая энергетика, такая стилистика разговора, кого, с кем его совместить. И мы каждый раз, как бы, не устаем эту свою, как бы, методу совершенствовать. Подбирать пары, формировать их, пробовать так, так, так. Вот. И это, ну, иногда угадываем, иногда нет. Это каждый раз, вот, получится, не получится. Это телевидение. Да, касательно риска. Были ли какие-то вот моменты, когда вы почувствовали, что, например, сейчас точка зрения верующего слабее? Что вот атеист, условно говоря, либо более фактологически подкован, либо более ораторски искусственно. Знаете, да, такое бывает. Такое бывает, но это очень зависит от индивидуального восприятия человека. И это уже проверено многожды. Бывает такое, что... Ну, здесь два момента. Во-первых, бывает такое, что, там, вот, отвечает священник, допустим, или апологет, атеисту. Я внутренне думаю, эх, вот, эх, вот, надо было только по-другому сказать. Но потом осекаюсь, думаю, а вообще, кто я такой? Вот, ну, будь я на его месте, я бы что-нибудь сказал, и мне бы точно так же бы сказали, слушай, ну, ты не так ответил, но это было по-другому. Это нормально, что каждый отвечает по-своему. И то, что мне кажется, вот, там, менее убедительным. Такое бывает, что кажется, вот, там, атеист более, как-то более убедителен, более ресурсен, он чувствует себя свободно в каком-то своем праве, а верующий, он, там, как-то менее, менее уверенно. Такое бывает. Но это все очень индивидуально, и индивидуально для зрителя, потому что вот множество историй бывает, когда прошла программа, и нам кажется, что, а мне кажется, что священник, ну, либо чересчур переинтеллигентничал, бывает такое. То есть бывает, что, как бы, вот, некая такая вежливость, она переходит в некоторую полемическую слабость такую. То есть, как бы, можно же быть вежливым, учтивым, но внятным в суждениях, а можно быть невнятным в суждениях, при этом вежливым учтивым. Мне кажется, что там как-то такое случается. Но потом, сколько бы раз я вот так не подумал про апологет или священника, нам куда-то на спас пролетает история, что, значит, какая-то там женщина или какой-то мужчина посмотрели программу, вот с этим, казалось бы, неудачно выступившим священником, и именно к нему захотели впервые пойти на исповедь. Вот прям даже был случай, когда вот священник там молодой выступил и так потом переживал, что плохо сказал, там, не сумел донести, даже там к своему там духовнику ходил, как-то вот плакаться, там, каяться, что вот так-так, а потом к нему приходит женщина на исповедь, как утешение, как батюшка, я вас видел в программе, не верю. Вот там 20 лет никому не хотел идти, вот к вам захотелось прийти на исповедь. Ну вот, и в этом смысле такая одна душа, для которой начался путь в церковь, благодаря вот такому даже, может быть, священнику, который конкретно в этой программе один раз в жизни неудачно выступил. Может быть, у всех остальных он блистает. Или вообще нигде больше никогда не выступал и не выступает. Да, да, это уже результат. Я в прошлой передаче как-то вот обозначил, что хороший журналист, ну или журналист, так скажем, не занятый собой, он всегда внутреннее антропологическое такое исследование ведет. Вот уже немало передач прошло, немало гостей вы повидали, с немалым количеством людей познакомились. Можно как-то попросить, с вашей точки зрения, опять же, да, нарисовать портрет современного атеиста. То есть, что мешает человеку, например, ну какой некий такой последний рубеж, последний порог стоит перед ним, что он его не может переступить и сказать, я верю. Да, это очень хороший вопрос, но проблема, мне кажется, даже немножко глубже, чем вы ее в этом вопросе обозначили. Мне кажется, вот по моим наблюдениям, что на самом деле вот атеистов мало. Большинство тех, кого мы можем формально маркировать как атеистов, это люди просто индифферентные к религии. Вот те, кто пришел бы к атеизму как к последовательной, артикулированной позиции, их реально единицы. То есть я был бы рад, если было больше Ричардов Докинсов для беседы конкретно в программе. Людей, которые испытали веру на прочность, изучили религии, сказали, вот я в это не верю, я считаю, здесь вот ошибка, вот мой рацио это не принимает. Как правило, как правило, это либо высказывается там явно, либо просто чувствуется, человек просто никогда для себя этим не интересовался. Поэтому вот как тоже один священник у нас сказал на программе, главная сегодняшняя религия – это пофигизм. Несколько стерилистически так лихо, но это и вправду так. Вот в вашем вопросе вы сказали, что удерживает человека от того, чтобы последний шаг сделать. Они еще не подошли к последнему шагу. Вот там до последнего шага еще много предыдущих шагов осталось. Потому что, в принципе, человек, вот он как бы не зависит от пропасти веры и неверия. Он просто жил-жил-жил, ему никогда это не было нужно. Он никогда этим не интересовался. Но при этом он набрал какое-то количество… Не потому что он глуп или не умен, ни в коем случае нет. Просто потому что это не преподавалось, не рассказывалось. Мы жили в другой стране где-то, мы этим не интересовались. И вот только сейчас вот как бы человек… И человек так и привык, что это некая такая оригинальная сфера жизни, про которую, в принципе, все понятно. Наука исключила религию, хотя это уже стереотип, сколько уже его развенчивали. Он никуда не уходит, что наука религии противостоит. И только такие, вправду, умные, знающие ученые понимают, что… Естественники, ученые понимают, что тут нет противоречия. Две разных сферы жизни. Но для них это лишь только усиливает их индиферентность. Разное мне это… Вот это мне не нужно. Мне все хорошо и тут. Вот эти вопросы там религии, вечности, души – это все какие-то вопросы, на которые ответа нет. И я поэтому ими и не заморачиваюсь. Поэтому вот этот портрет современного неверующего, этот портрет в первую очередь человека равнодушного, опять-таки, не потому, что он плохой, а потому, что его это никогда не интересовало. Но при этом, при этом, второй как бы штрих к этому портрету, святое место пусто не бывает, и место знаний о вере, опытных знаний, пускай даже отрицательных знаний, пускай знаний неприятия, но своих личных, занимают стереотипы. Вот такие клише, которые там, как вот то, что наука и религия, там наука доказала, что Бога нет. Или как минимум то, что там вот это два непримиримых взгляда на мир. Либо я рационалист-скептик, либо я верующий. Это выбор такой, либо-либо, но это не так. Да, это просто вот два разных пути познания мира, и верующие ученые об этом говорят, что наука отвечает на вопрос, как существует мир, как он возник. А Библия, вопрос зачем и для чего существует мир. Это два разных вопроса, которые друг другу, ну, если угодно, взаимодополняют, но никак не противоречат. Ну, странно получается, что к вам-то приходят люди неглупые, это не такие блогеры, которые записывают мимимишные какие-нибудь видосики и все. Приходят-то люди умные, подкованные. Странно, что эти люди не задаются вопросом, зачем. Ну, в том-то все дело, в этом есть парадокс. Вы совершенно справедливо говорите, что это странно. Это парадоксально, и, ну, вот это то, с чем мы сталкиваемся. Да, наверное, можно такой же парадокс выделить и в сторону верующих. Когда человек верит в Бога, он церковный верующий, и ему кажется, что там какие-то сложнейшие вопросы, которые ученые ставят, допустим, к устройству человека или Вселенной, все-таки досужие домыслы. Да, вы там что-то ученые напридумывали, все это ерунда, вот надо верить в Бога и все. Это тоже странно, что человек умный и верующий, но ты разберись с картиной мира физической. И, то есть, я это к себе обращаю. Для меня это тоже лично некий опыт, что я очень многого не знаю, просто в физике, там, в биологии, что может, безусловно, не поставить под сомнение веру как таковую, но скорректировать те ходы мысли, которыми я мыслю, которыми я, как бы, о вере, к которым я в разговоре о вере прибегаю. Но вот та же ситуация и с другой стороны, когда вот, это парадокс, действительно, умный человек, знающий, в своей области очень много, совершенно спокойно, вот так, как некое нормальное состояние перед вопросом о вечности, о душе, о смысле смерти, останавливается, замирает, не желая на них отвечать. Это и вправду просто, вот люди прямым текстом говорят, что, ну вот, в науке есть такой принцип, если мы чего-то не знаем, мы этого не знаем пока. Мы это потом выясним. Вот, так и здесь. Но вот есть вопросы, на которые, как бы, на них, нет ответа, откуда берется душа, что такое душа? Ну, может, просто наука пока не выяснила. А вдруг не выяснит? Ну, не выяснит, так не выяснит. Ну, значит, это некая тайна, которую... А зачем нам это нужно? Мы же без этого живем, нормально. Вот, в этом парадокс. Ну, это, наверное, такой вопрос о портрете, как мне кажется, хотя тут, конечно, опасно пускаться в такие поколенческие обобщения, но вот есть некое наследие того, там, вот, советского прошлого, в котором мы жили, когда эти вопросы, ну, просто выносились на периферию и сформировалась привычка считать, что тема религии маргинальная и вовсе не необходимая. Такая дополнительная. Вот есть какой-то базис марксистский, а есть настройка. Настройка. Это настройка, без которой вполне можно обойтись. Да, это вот такой парадоксальный момент, но на самом деле, наверное, в этом и есть, опять-таки, если глобально говорить о некой сверх-сверх задачи, вот, там, вот, там, православных медиа, вот, уже в этом была бы большая работа достойная, если просто поставить человек пред вопросом, что вопрос о религии, о душе, о Боге, это не периферийные вопросы, а самое главное. Даже вот этот, как бы, просто маленький философский шаг, мировоззренческий, его многие не совершают. Это как раз вот та грань, перед которой люди останавливаются. Но это не последний вопрос предверий. Это первый шаг к тому, чтобы вообще открыть для себя реальность сверхчувственного мира. Передача наша потихонечку подходит к концу. Очень хорошо, что мы затронули вопрос поколенческий, потому что мы с вами, ну, относительно недавно пересекались в Москве на конференции, которую проводил фонд наследия митрополита Антония Сурожского. И, в частности, вы вели дискуссионный стол там, который назывался «Современная культура против Ильи». «Против Христа Ильи». Ну да, как-то такое было название, да. «Противостоит ли современная культура Христу». Да, Христу. Вот мне кажется, что в следующей нашей передаче мы могли бы посвятить уже разговор именно этому, потому что все-таки то поколение, о котором мы сказали, и представители которого к вам приходят на передачу, оно уже как бы потихонечку стареет, уже рождается некое новое поколение, оно вот уже приходит, и качественно чем оно отличается, я думаю, мы поговорим в следующей нашей передаче. За сегодняшнюю беседу я вновь вас благодарю. А с вами, дорогие наши телезрители, мы прощаемся, до скорых встреч, присоединяйтесь к нам в следующий вторник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин